6 апреля в набережных Челнах на площадке IT-парка состоялся семинар совещаний с руководителями передовых инженерных школ «Киберавтотех». И вот это многообразие школ, моделей управления и предметных областей, это то, что отличает, в этом смысле делает Атарстан уникальным. С точки зрения реализации проекта передовой инженерной школы, просто на территории одного субъекта больше такого многообразия школ, разных моделей, разных индустрий, разных индустриальных партнеров нет нигде. Основной темой встречи стало обсуждение проблематики создания передовых инженерных школ, подведение итогов деятельности передовой инженерной школы за 2022 год. В начале собрания выступил раис Республики Татарстан Рустам Мениханов, который напомнил о том, что Владимир Путин поставил задачу установления технологического суверенитета страны. Одним из способов для выполнения поставленной задачи является развитие передовых инженерных школ «Киберавтотех». Также Рустам Мениханов отметил, что Татарстан выиграл право на создание трех таких школ на базе Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технологического университета и университета «Инополис». Совещание, посвященное обсуждению реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы». Отрадусь, что наша республика стала площадкой для проведения столь значимого мероприятия. Сегодня наука и технологии становятся главным драйвером экономического роста и повышения благосостояния населения. Наши вузы и Казанский центр Российской академии наук также принимают активное участие в мероприятиях национального проекта науки и университета. Серьезные задачи перед научно-образовательным комплексом поставлены в рамках долгосрочной государственной программы научно-технологического развития республики. Валерий Фольков, министр науки и высшего образования Российской Федерации, подвел итог работы передовых инженерных школ «Кибероавтотех» за 2022 год, а также рассказал о том, на какие акценты нужно обратить внимание при подготовке воспитанников передовых инженерных школ для трудоустройства. На его взгляд, важно, что уже сейчас в школах ведется обучение студентов, благодаря которому решается сразу несколько задач, такие как трансформация инженерного образования для того, чтобы оно отвечало запросам промышленности, а также решение инженерных задач, например, обучение студентов не только в теории, но и на практике. В 2022 году главный итог, что мы отобрали эти школы, потому что в середине года был конкурс, участвовало 90-го университета, в 30 школ отобрали. Второй очень важный итог – это то, что реально включились индустриальные партнеры. Сегодня мы слышали и видели, что отношение самое серьезное и у индустриальных партнеров, и у самих университетов. Он создает, надо создавать новый мир, а создает его именно инженеры. И в этой связи нам, с вами Николаевичем, было поручено особое внимание уделить именно инженерному образованию, его престижу. И главное, что главная задача перед нами стоит, это в короткие сроки сделать так, чтобы и молодежь заинтересовалась инженерным образованием, и реальный сектор экономики получил квалифицированные кадры. Хотим от университета образование, которое основано на современных методах управления производством, современным технологиям, и чтобы студент, приходя после университета, сразу мог работать на готовом рабочем месте. Напомним, что проект «Передовые инженерные школы Киберавтотех» инициирован на Миноборнауке Российской Федерации. Школа базируется на территории набережной Челнинского института Казанского федерального университета. Школа представляет из себя целый студенческий кампус с современной и технологической инфраструктурой. Его главной задачей является производство программных продуктов для роботизированной и беспилотной техники, разработкой зеленых технологий машиностроения и проектов двигателей, работающих на неуглеродном топливе. Адалинам Драхманова, Универньюз. Адалинам Драхманова, Универньюз.